Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей, сегодня у нас демо-версия новой Амнезии, и вот, в общем, если в первой части мы бродили по замку, в этой части будем бродить по бункеру с разными товарями. Ну, в общем, сам проект для меня не удивителен, потому что я видел в ютубе геймплей от разработчиков, там, в общем, был фонарик, который нужно постоянно, в общем, динамо-фонарик нужно постоянно заряжать. Ну, а из противников я видел, в общем, какого-то монстра, который вылазит из стены, а также крыс со светящимися глазами, но они менее агрессивные, и, в общем, если близко не будешь бегать, они на тебя не нападут. А так иначе, первая часть очень, скажем так, знаменитая, хотя не особо мне понравилась. Ну, давайте начнем с того, что бородилки-страшилки вообще не мое, поэтому мое мнение нужно делить на два, тогда уже будет более-менее понятно. Единственное, в начале, скажем так, нашего видео скажу, что мне непонятно, потому что в данном демо-версии заблочен фпс на максимум 60, поэтому, в общем, не совсем понятная тема, типа, не знаю, с чем это связано, то есть фпс можно поставить меньше, но максимум 60, не более того. В общем, давайте начнем, пощупаем, и уже, ага, получается три ассалота, хорошо, давай первый. Ну, в общем, субтитры, дополнительная вибрация, можно, похоже, бегать с геймпада, подсказка, почему нет? Давайте оставляем как есть, и уже начинаем. Начинаем. Наше, так называемое, прохождение начинается, я не думаю, что смогу долго записывать по причине того, что очень страшно, поэтому, если, опять же, вас это замотивирует видео, вы также можете скачать демо-версию в стиме и бесплатно в нее побегать. Ну, а так иначе, наш главный персонаж очухивается, и пока не ясно. А, слышь, мы даже сразу очищаемся в бункере. Во, хорош. Весело. Очень похоже на медпункт, вот, поэтому... Давайте пройдемся, пощелкаем разные объекты, похоже, можно, в общем, брать разные ящики, приманивать противника, и... Да, можно бросать. Ага, весело. Но, опять же, похоже, никого нету, и что-то пошло не так. Давайте разбираться, опять же, бегаем по больнице, так называемой, да, и пытаемся выбраться. Ага. Во. Вообще, немного странно, что они заблочили фпс, потому что, опять же, это не открытый мир, в общем, голые стены, по идее, можно было фпс делать побольше. Возможно, знаешь, за счет того, что это так же выйдет на приставках, и чтобы не было каких-то дополнительных проблем, поэтому... А, о, хорошо. Давайте выбираться уже наружу, и двери открываются на себя. Ух, ты не пройдешь. В общем, подбираем разные полезные вещи, и... Чего? А... Так, подожди, у нас, похоже, был инвентарь. Ага. Разные обалденные истории. Здорово, что есть локализация, но, к сожалению, только тексты, не более того. Нажмите, чтобы бросать. Ага. Ну, опять же, это, возможно, понадобится, чтобы приманивать противника. Вот. И давайте уже двигаться дальше. Да уж, криповое место. И, к сожалению, не все шкафы можем открыть. Возможно, чуть позже у нас появятся кусачики, и, в общем, можем заморочиться. Хорошо. Ага. Так, подбираем с вами, похуже, фонарик. Значит, давайте им воспользуемся, и сможем уже бегать на шару. В общем, я не буду заморачиваться с читанием разных записок. Это такая чисто тема для прохождения. В общем, давайте достанем наш фонарик. Вот. Нужно сделать буквально пару заводок, и сможем уже бегать в этих потемках и даже не переживать. Во. Будем надеяться, что завода хватит на дольше, и не так часто придется его заводить. Но, опять же, я так понимаю, со временем будет просаживаться. Вот. И фонарик, который нужно заряжать, я уже не помню. А, это было в метро. Только хотел сказать, не помню, где это было. Это было в метро. Хорошо. У. Обалдеть. Да уж, от Рэша Садамия наш персонаж, похоже, не понимает, чего ждать. Потому что в идеале нужно запереться в какой-то комнате и сидеть, не рыпаться. Но, опять же, нужно выбираться наружу, да. И, оу, пройти не можем. У. Ага. А, возможно, я делаю полнейшую херню, что бегаю по разным помещениям. Но, в общем, из этой дыры в стене вылазит противник в виде страшного монстра со щупальцами. И, в общем, лучше, похоже, не попадаться. Тем более, у нас нет ни оружия, ничего такого. Вот, я пытаюсь тщетно бегать, искать какие-то полезные вещи. Мы с вами добираемся до столовой, похоже. Вот, и... О, хорош. Очень быстро сажается, знаешь, это будет крайне опасно, если противник за тобой погонится, а у тебя банально заканчивается фонарик. И, в общем, не очень приятная тема. Так, хорошо, аутентичные плакаты. Ага. Давайте уже бежать дальше. О. Ой, братан. О, нихера себе. Здорово. Послушай, мы в ловушке. Я уж понял. О, есть и есть в кармане пачка. Сигарет. Пара-пара-пара-пара. Так, пока он болтает, давайте, ребята, пройдемся, пробежимся, но, похоже, больше ничего. Ой. Вау. Оружие. В общем, просит его пожамкать, но так иначе. Давайте разберемся с нашим оружием. Можем, получается, назначать на разные клавиши. И инвентарь оставляет жалко лучшего. Возможно, позже можем его расширять. Хорошо. Ага. Нужно раздобыть патроны. В общем, давайте зарядим наш фонарик. И уже пойдем дальше. О. Боже. Забаррикадироваться, похоже, и противник до нас не доберется. Хорошо. Ну, по крайней мере, пока все спокойно, поэтому... О, боезапасик. А, ну, давай. Во. В общем, давайте зарядим наше оружие и... Пляха. Не так и просто, на самом деле, поэтому... В общем, у нас есть два патрона. Давайте разберемся с нашей зарядкой, так скажем. О, давай. Обалдеть. Нужно удерживать клавишу R и постоянно нажимать клавишу атаки. В общем, сложная такая перезарядка. Чувак попросил его убить, потому что, похоже, он уже не жилец. Но, как по мне, лучше оставить один патрон для себя, если что-то пойдет не так. Хорошо. Давайте им поможем. Ха-ха, не хераси. Обалдеть. Да уж, пробил стену. Вот. И, похоже, мы нигде не в безопасности, поэтому давайте уже бежать дальше. Обалдеть. Да уж, похоже, эта херня может так вылазить через стены и нужно от нее убегать. Но, опять же, нужно знать еще, куда убежать, возможно, есть какие-то моменты, где противник до вас добраться не может. Обалдеть. Темная ночь. Пара-пара-пара-пара-пара. Ам. А. Похоже, можем рубануть по замку и пройти дальше. Во. Ой. Бежи, братан. Давай, давай, давай. Оф, бляха. Значит, давайте лучше запирать за собой двери, какие-то страшные постоянно звуки. И мы с вами добираемся в следующее помещение. Вот. Давайте зарядим наш фонарик. И, бляха, везде, похоже, погас свет. Надеюсь, все будет хорошо. Ага. Показывай. А-а-а. В общем, используя лампу, можно сохраняться. Не может не радовать. И это аналог, похоже, безопасного места, безопасной комнаты, где до нас противник может не добраться. Вот. И... Какие-то жетоны. Даже не знаю, зачем, почему. Но так иначе. Давайте пройдемся по ящикам и, возможно, найдем какие-то полезные вещи. Ага. Есть также хранилище. Вот. Потому что у нас, видишь, инвентарь очень маленький. Поэтому, в общем, часто приходится, похоже, пользоваться хранилищем. Вот. И карта этой местности. Обалдеть. Похоже, нужно будет постоянно бегать по одним и тем же помещениям. Разумеется, противник тебя будет пытаться пожамкать. Поэтому с этим нужно разбираться. Давай. Ага. Небольшие ящики. Но, в общем, ничего хорошего не находим. Хорошо. Давайте уже бежать дальше. Ага. Нужно, похоже, найти пароль. В общем, продолжаем бегать. И, бляха, большой-большой бункер. И, надеюсь, мы не нарвемся на этих товарей. Хотя, опять же, у нас есть один патрон. Можем пользоваться, похоже, для себя. Если прям со всем будет все плохо. Я так понимаю, нужно чаще бегать до сохранения. Потому что в любой момент мы могут пожамкать. Оу. Да уж, следующее помещение. Давайте подбирать разные обалденные истории. И, в общем, надеяться на лучшее. Так, подсказки, значит. Вы подняли предметы, которые можно использовать. А-а-а. То есть, получается, есть небольшой крафт. И можно соединять предметы. Хорошо. Похоже, можно делать коктейли молотого. Но, опять же, могу ошибаться. В общем, подбираем разные объекты. И, о-х-х-х. Можем молотком противника задолбить. Но, наш персонаж, похоже, думает немного иначе. Ага. Похоже, больше ничего хорошего. И... Чтобы... А-а-а. Вон, что Михалыч. Получается, свет погас за счет того, что генератор заглох. И... В общем, надеемся... Никогда... А! Это... Это, братья... А-а-а... Ёперный театр. Ага. То есть, получается, генератор вырубается. Вот. А эта тварь боится света. Поэтому, чем чаще мы завоем генератор, тем больше шансов того, что мы... В общем, не нарвемся на неприятности. Братан, здорово. А-а-а. О! Я знаю пароль. Ха-ха. 90-65. Хорошо. Там была дверь, где нужно откупорить. Так иначе. Мы с вами подобрали, похоже, канистру и можем уже воспользоваться. Давай. Во. Ага. Так, похоже... А, во. О, хорош. Можем заводить генератор, но, по идее, можем и не делать. Да будет свет. Хе-хе. А-а-а. Ха-ха. Он заводит часы и, в общем, можно ориентироваться, когда у нас закончится наше топливо. Вот. И нужно, похоже, постоянно бегать, заряжать генератор, иначе окажемся во мраке, где бегает эта херня. Так иначе. Давайте не забывать про сохранение и, в общем, 90-65, если мне память не изменяет. Давайте вводим пароль. Ага. Давай. Братан, давай. Хе, сука. А, о, хорош. Ну, опять же, можно, похоже, запираться, потому что... Ну, да, это безопасная комната, поэтому противник до нас не доберется. В общем, ни хера себе хоромы. Обалдеть. Но эта тварь, похоже, боится света, поэтому можно бегать на шару и не переживать. О-о-о. Ага. Похоже, ничего хорошего, поэтому бежим дальше. Я, знаешь, замечаю разные рубильники, похоже, можно вырубать где-то напряжение, и расход топлива будет меньше. Но, опять же, это мое предположение, не более того. Ага. Значит, давайте дополнительно заводим нашу тарантайку. И вообще, по-хорошему уже бегать с оружием, потому что, если эта херня вылезет... Но, опять же, там один патрон, не более того. И местами очень темно. Значит, давай. О-о-о, да будет свет. Хорош. Ага. Налево, направо. Ага. Давай. Давай-давай. О-о-о. Да уж, противник до нас не доберется, но, опять же, возможно, чем больше ты врубаешь помещений, тем, в общем, запас генератора становится меньше. Не забываем также постоянно заводить, и... О-о-о. Бляха, просто куча помещений, поэтому... Хе-хе-хе-хе, сука. Давай лучше запираться, похоже, да? Да, да, похоже, может запираться, но, судя по тому, что эта тварь поломала стену, это нас, похоже, не особо поможет. Знаешь, похоже, есть разные твари. От кого-то можно запереться, от кого-то нельзя, но, опять же, мое предположение не более того. О-о-о, да будет свет, хорош. Обалдеть. Постоянно слушаю какие-то страшные звуки и, надеюсь... В общем, давай. Ой. Так, свет погас, похоже, уже. Обалдеть. Продолжаем. Ой. Это что за херня? Это что было? Хе-хе-хе-хе, сука. Блядь, мы, похоже, его приманили. Тихо. Обалдеть. Фу, бляха, давайте пройдемся по нашему... Ага. О, хорош. Пустая бутылка. Опять же, нужно, похоже... Да, да. Нужно топливо, опять же. Сука, я еще зачем-то начал стрелять. Но, опять же, я подумал, что это противник. Ой. Это что за херня? Ничего не вижу. В общем, похеру, давайте... Во, во, видит, слышит нас, похоже, да? Дрошилка. Бра-а-а. Хе-хе-хе-хе, бляха. Короче, похоже, стояла какая-то мина. Как только я зашел, она подорвалась. Вот. Можно было ее обезвредить, но я ее не видел. Я постоянно эту херню слышу. Обалдеть. В общем... О, хорош, топливо. Ага. Значит, можно, похоже, делать... О, хорош. Коктейль молотого, опять же, да? Но у нас очень много здоровья. Вот. Поэтому, если эта херня нападет... А-а-а-а, слышит? Мы даже не можем просто так пользоваться коктейлем молотого, потому что нужно так же еще раз добыть зажигалку. Давай. А-а-а, бежи, бежи, бежи. Куда бежу? Чего бежу? По херу. Обалдеть. Очень мало здоровья, но, опять же, питания, похоже, нету, которое может нам помочь и так же воспользоваться. Чего? Ага. Будьте осторожны. Теперь за вами тянется кровавый след еще. Нихера себе. Давай. Сука. Валим. Фуф, бляха. О-о-о. Заводим опять шарманку и, в общем, бежим дальше. Обалдеть. Санчасть. Хорош. Фуф, бляха. Мы уже почти добрались до безопасного места. Во. Слышь, эти двери, похоже, надо так же еще запирать, потому что если они будут не заперты, тогда противник до вас сможет добраться. Обалдеть. Кровавый след там тебе, пожалуйста. Какие-то мины, ловушки. Обалдеть. Да уж. Но, опять же, восполнить здоровье не можем. Вот. И то единственное топливо, которое было, я потратил на создание коктейля Молотова. При этом пользоваться мы не можем, потому что нужно еще так же зажигалку. Поэтому. Твари, выходи, я бежу. Бляха, темно, никого не видно. Опять же, здоровья ни хера нету. Обалдеть. Сука, он еще выдыхаться может, похоже. Фуф, бляха. Знаешь, очень много саспенса, нагнетает обстановку, но, похоже, никого нет. Вот. Но то, что двери могут также быть заминированы, это, конечно, очень удивительно. Обалдеть. Да уж, очень быстро заканчивается, поэтому... О-о-о-о. Твари, вы где? Да. Э-э. Бегу никого нету, но, опять же, противник, похоже, решил со мной поугарать надо мной, так скажем, прежде, чем меня скушать. Ага. Страшилка. Я уже везде бегал и противника я банально не вижу. Мы уже, похоже, по второму кругу начинаем бегать. Опять же, насколько я понимаю, ни заданий ни хера. Ага. Вау. Даже есть какие-то фотографии. Хорошо. В общем, давайте по-новой замоем наш фонарик. Опять же, за счет того, что здоровья мало. В общем... О, давай. Страшилка! Где-то поблизости, похоже. Давай. Страшилка! Алло. Блядь. Да уж, не видит, не слышит, но так иначе. Нужно больше шуметь, тогда она сможет до меня добраться. Я просто хочу посмотреть на эту тварь. Вот. Но очень быстро заканчивается фонарик, поэтому... В общем, да. Ни хера себе, буквально пару шагов. Э, Страшилка! А хера узнает, а где она бегает, но так иначе. Я постоянно какую-то херню слышу, но... Чего вообще за херня? Блядь, а где я бегаю, я в душе не ведаю. Страшилка! Ау! А ну! Ура! Ура! Страшилка! Давайте, в общем, на этом видео заканчивать. Я сильно ссыкатно для меня, с большим удовольствием посмотрю прохождение. Ребят, так скажем, у которых более стальные нервы. И, в общем, вы также можете побегать в эту демо-версию, скачав её бесплатно в Стиме. Так иначе, жмакайте большой палец вверх, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Есть у вас группа ВКонтакте. Всё хорошего, позитива, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...